Доброе утро! Здравствуйте! И Андрей Киткин, он представляет ассоциацию Кёку Синкань, правильно я сказал? Да, здравствуйте! Ура! Классно! Ну что, друзья, рассказывайте, как прошло, что была за программа, что видели зрители, у меня там, к сожалению, не было... Какие виды и напорства были показаны, да? Было 17 видов. Мы очень рады, что эти виды принимали участие. Я даже не знала, что столько есть. Есть гораздо больше. Да? А почему они не все были представлены так? Они были заняты. А, вот. Или у каких-то видов прошли соревнования перед этим, да? Или просто не хватило места. Но на большом футбольном манеже в центре спортивной подготовки Заря было 27 площадок. Вот это да. И на каждой происходили какие-то мастер-классы, показательные выступления или был соревновательный момент? Вы знаете, и то, и другое, и третье. И то, и другое. И даже ринг стоял, и ММА, наши дорогие товарищи и партнеры проводили свои мероприятия, свои соревнования. Вообще было разыграно более 650 комплектов наград. Сколько участников? А, вот. Около 3000 я нашла, да? Действительно было столько много? Или было больше? Мы прогнозировали около 3000. Датчики показали 300 участников и 2800 зрителей. Это уже так солидно. Это, конечно, впечатляет. А можно так на вскидку перечислить, кроме ножевого боя, что еще там было? Карате, дзюдо, вольная борьба, карате разных видов, тэквондо разных стилей, кэндо. Впервые было кэндо, потому что у нас федерация достигла больших успехов. Они стали чемпионами России, две золотые медали привезли и две серебряные. Мы очень рады этим успехам, и поэтому будем продвигать их в показательных выступлениях. Принимали участие джиу-джитсу традиционно, айкидо, яйду. Ну и, конечно, сюрпризом для всех участников и зрителей был, конечно, спортивный ножевой бой. Люди собирались вокруг площадки, смотрели, что такие... Это самое зрелищное? Почему это такой сюрприз? Ну, потому что, во-первых, сюрприз никто не ожидал. А, этого не было заявлено в ПГ. Да. В последний момент ребята изъявили желание, и мы поддержали это. Ну и это было очень зрелищно, очень интересно, но и с большой энергией. И все эти виды, которые вы перечислили, они все представлены в Новосибирске в формате школ? Детки могут прийти и заниматься любым из этих видов спорта? Да. Вот те почти три тысячи человек, зрителей, которые приходили, они могли выбрать и для себя, и для своих детей, внуков, те виды, в которые можно по своей душе, как кухня, да, фестиваль кухни. И китайская, и японская, и корейская, и все-все-все, и что нравится. И можно попробовать то, то и то. Это основная цель. Все мультиспортивные площадки предназначены для того, чтобы привлечь внимание, привлечь внимание тех людей, которые принимают решения о развитии видов спорта, тех людей, которые выбирают для себя и для своих детей виды спорта. Вот это очень важно. Прийти и сразу посмотреть. Да, весь спектр. Такая презентация боев. Это очень удобно. Махтанг, расскажите про свой вид спорта, ножевой бой, насколько он популярен в Новосибирске, как вы начали им заниматься, почему его выбрали, насколько это опасно? На самом деле абсолютно не опасно. Пластмассовые ножички там? Есть разные имитации, да, и пластиковые, есть деревянные, есть резиновые, есть дерево покрытое резиной. Мы, собственно, такие использовали на турнире. Они менее травмоопасны, но сами по себе имеют жесткую конструкцию. Насколько популярны? На самом деле, с одной стороны, народу мало занимается, но очень часто в секциях единоборств люди просто для себя развиваются и занимаются ножевым боем. Также мы пригласили, ребята были с разных направлений, даже с Томской люди приезжали, поучаствовали, все довольны. Что еще? А вы занимаетесь тренерской деятельностью или вы только соревнуете? Мы в основном соревнуемся, но сейчас, конечно, будем развивать и тренерскую деятельность. То есть сейчас Топорка происходит не стабильно, но, надеюсь, на базе клуба «Тандем» мы сформируем группу и начнем в скором времени тренировать. Но, скорее всего, вы еще каким-то видом единоборств владеете, да? Ну, вообще изначально карате. Это как-то близко, почему вы перешли из карате? Ну, никакого перехода не было, это просто был как дополнительный интерес. И он победил, да? Да, просто, ну, изначально у нас есть система такая, называется Urban Fight, в городе ее практикует, это система самозащиты. А ножевый бой там есть как, ну, как одно из направлений. И как прикладной ножевый бой, так и мы просто начали развивать спортивный. Поездили на соревнования, повыступали, поняли, что уровень хороший, ну, для общероссийского, ну, для общероссийского уровня. И вот здесь решили, при поддержке федерации, решили здесь провести турнир. Все очень здорово получилось, и уровень был высоченный. То есть люди, которые выступали, сначала даже, ну, были немножко шокированы, что нам предоставили площадку и наградной фонд, все это, ну, все это было, ну, высший уровень сложно представить. А девчонки занимаются на живом бою? Да, есть, конечно, женская категория, занимаются, и подростки занимаются. То есть у нас женщины не выступали, мы эту категорию убрали, потому что в Новосибирске, ну, этого очень мало. Слишком возбуждающий выглядит, наверное. А вот Москва, Петербург, та сторона, конечно, там очень плотные категории. Женщины достойно выступают, даже есть девушки, которые выступают в абсолютной категории, наряду с мужчинами и добиваются неплохих результатов. Серьезно, есть смешанные бои, да, когда женщины с мужчинами дерутся? Абсолютная категория, да, ну, дерутся, это так сказано. Ну, показывают приемы. Да, да, и абсолютная категория, где может выступать участник из любой категории, в том числе и женщины. Вот это круто. После рекламы давайте вернемся, узнаем еще про Икеу Кусенка и вообще про фестиваль есть, снова поговорим там. Фестиваль боевых искусств, который совсем недавно прошел у нас в городе, между прочим, всероссийский фестиваль. Мы о нем прямо сейчас говорим с главными героями этого события. Исполнительный директор Новосибирского филиала Российского союза боевых искусств Виктор Сосновский у нас в гостях. И, конечно же, спортсмены. Здравствуйте, здравствуйте. Это Бахтанг Батуа, который нам только что рассказал про ножевой бой. Доброе утро еще раз. Здравствуйте. И Андрей Киткин, который сейчас расскажет нам про Кеу Кусенкай. Здравствуйте. Вид спорта Кеу Кусенкай очень динамично развивается в последние годы в Новосибирской области. Ребята стабильно показывают результаты на первенцах России, на чемпионатах России и различных международных турнирах. Данный фестиваль нам интересен. Мы в нем участвуем уже, наверное, более десяти лет. Наш вид спорта принимает участие. В основном принимают участие дети, поскольку фестиваль массовый и основной возраст у нас участников с десяти до четырнадцати лет. Вы упомянули про то, что развивается спорт в Новосибирской области. В каких районах можно сказать? Вы с кем-нибудь там боролись из области? Как они? На уровне? Сейчас у нас в фестивале принимали участие клубы только городские. Ну а так в области очень хорошо сильные спортсмены у нас. В Ленево, Черепановский район, Машковский район, Ордынска, в Ордынке. Такие прям там кровь с молоком я представляю себе. Да, Берцик очень хорошо развит. Поэтому конкуренция на областных соревнованиях обычно очень хорошая, сильная. А можете рассказать для таких как я основные принципы вашего вида спорта, на что он похож для тех, кто вот как я первый раз услышал это слово сегодня? Ты про каратэ впервые услышала, Настя? Кио Кусинкай это полноконтактный вид каратэ, где... Это вид каратэ? Вот я только сейчас не знала, что тянешься. Такое вот это сложное слово, это вид каратэ. Один из многих видов, где победу одерживает соперник, нанесший больший урон своему... Который больше покалечил. Ну так это принцип любой борьбы, мне кажется, нет? Нет, нет, а есть еще каратэ шатакан, допустим. А это что такое? Там все по-другому. Ну тут у нас нет таких спортсменов, так что давайте про Кио Кусинкай. Принципиальное отличие, я хочу понять. По правилам, по спортивным правилам разрешены удары ногами по ногам, по корпусу, по голове. Руками разрешены удары по корпусу, по ногам. Удары в голову, Кио Кусинкай запрещены руками. Только ногами? Да, только ногами. Так подворотни кого-нибудь бах-бах, по голове, ногой. Все нормально, я спортсмен. По спортивным правилам. Отлично. Ну, друзья, что-нибудь новое для себя в конкретно этом фестивале? Было что-то такое? И вы, кстати, первый раз участвовали? Да. И вы первый. По Кио Кусинкай? Нет, мы уже более 10 лет. Нет, вы лично? Вы лично? Ну, с самого начала, да. Я не как участник, а как организатор соревнований по Кио Кусинкай в рамках фестиваля. Что меняется за годы? И, Виктор Леонидович, тоже присоединяйтесь к ответу на этот вопрос. Тринадцатый фестиваль. Ну, что-то становится лучше и лучше? Может быть, вы помните первые фестивали, как это было? Что-то меняется, наверное? Я надеюсь. Ну, я же организатор, мне сложно оценивать то, что я делаю. Это пускай со стороны. Ну, вот в этом году первый раз был «Ножевой бой», да? Какие-то еще вот такие нововведения с годами? Ну, первый раз было «Кэндо», но «Кэндо» у нас развито хорошо. Потом «Чамбара» была. Это пока не является видом спорта. Что это такое? Детишки бьются на поролоновых мячах. Это интересно. Вот, поролоновые мячи. Потом делали такой шутливый… Это только для детей, да? Да. Шутливый конкурс по сумо, по детскому. Их наряжали в такие очень неудобные костюмы. И они барахтались. Это было частью анимационной программы. То есть это тоже не в рамках спорта, а в рамках развлечения для детей? Да, да, в рамках развлечения. Что после фестиваля обычно происходит ежегодно? Какой-то прилив участников в разные школы, да? Прежде всего мы рады интересу. Интересу зрителей и интересу наших властей. Это и департамент физкультуры и спорта и управления, физической культуры и спорта города и области. Мы рады, что мы выстроили с ними системные отношения. И этот фестиваль стал традиционным только благодаря этому. То есть они действительно помогают и финансово, и организационно. Поэтому мы рады, что мы создали вот эту мультиспортивную площадку, которая позволяет всем организациям, не вмешиваясь в их дела, в их виды, проявлять себя. Вот это наша основная цель. Были ли какие-то звезды спорта в гостях у фестиваля приезжих? Да. В рамках побратимских связей между Новосибирском и Сапором был известный очень японец, который приезжает уже много лет к нам. Он соучастник. Вы знаете, первый раз он в 1992 году приехал. По двум видам это айкидо и джужиц. И он в течение трех недель, он еще не уехал в Новосибирске, проводит мастер-классы, семинары. А мы рассказывали же о нем, помнишь? Я пытаюсь вспомнить, как его зовут. А это сложно. Его зовут Масахирасато. Мы рады, что в этом году год в России и Японии сейчас открылся в Большом театре. Это еще какие-то мероприятия за собой повлечет? Что там еще на повестке в ближайшее время? Вчера стартовал автопробег Москва-Токио. И он у нас в Новосибирске будет как раз на День города. Мы вот обсуждаем сейчас программу. Интересно, нарочно так подгадали? Случайно, совершенно. Вот это да. Совершенно случайно. Тем более юбилейный год для города Новосибирска. И мы думаем, как участвовать в общей программе для того, чтобы продвинуть боевое искусство, сделать какую-то мультиспортивную площадку, принять участников автопробега, потому что им три месяца ехать. Какие-то еще мероприятия Федерация планирует с той же целью, с целью популяризировать виды боевых искусств в ближайшие оставшиеся полгода 2018? Очень много событий, на самом деле. Ну, давайте самые яркие. Самые яркие. Ну, фестиваль самый большой. Дальше идут всевозможные турниры, соревнования. Для продвижения самих видов. Мы в меру сил будем участвовать и помогать. Но самое главное, что Федерации встали на ноги, что они интегрировались в спортивную составляющую. То есть, извините за такой общий язык, да, но очень важно вот эту социальную инициативу общественную. Людей, которые искренне продвигают свои виды, направить в правильное русло. Вы имеете в виду некоммерческий, да, интерес? И организационный, и некоммерческий, да, да, да. Все делается своими силами. Вообще, боевое искусство – такая достаточно конфликтная среда самодостаточных людей. Ну, иначе бы карате не разделялось на столько видов, да, сколько видов только у нас принимало участие. Тэквондо, казалось бы, один вид, но уже их. Интересно, сейчас, в настоящее время продолжается вот эта вот конкуренция. Логично ли, что в ближайшие годы еще какой-нибудь ножевой бой поделится на три разных вида? Я думаю, это было всегда, это есть на самом деле, и это будет. И очень важно в здоровую форму переводить вот это все. Почему? Потому что люди должны себя проявлять. Ну, это верно. На такой благородной мысли предлагаю закончить сегодняшний эфир. К сожалению, времени у нас вот так вот немного. У нас в гостях был исполнительный директор Новосибирского филиала Российского союза боевых искусств Виктор Леонидович Сосновский. Занимайтесь спортом, друзья. И его команда Вахтанг-Гватуа – спортсмены по ножевому бою. И Андрей Киткин – ассоциация Керкушенко. Я выговорила. Молодец. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Только ради этого стоило прийти. Спасибо. 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 Спасибо.